Здравствуйте, здравствуйте, ребятки! Это снова я со своим телефоном, как говорит Кадыров. Новости о парке Львов-Тайган и его окружении с канала Велес Мастер. Сегодня немножко порассуждаем, повспоминаем и обсудим последние новости. Вчера в чате опубликовали пост, в котором упоминалось о том, что в РКЦ Велес приехали другие организации и сказали о мероприятии, которое там проходило. И там снова засветилась подружечка, подружечка Алексагиной Белоносова. Удивительная личность, удивительная в плане своей глупости, безмерной, бескрайней глупости. Человек, который уже Верховным судом признан виновной в клевете, то есть судом официально доказано, что ее сведения с ее YouTube канала лживые, клеветнические, унижающие честь и достоинство. Это уже официально судебное решение. Продолжает лить грязь в сторону РКЦ Велес. Велес. Давайте вспомним некоторые моменты. Может, если кто-то еще вспомнит их, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Значит, с чего все началось по отношению ко мне. Еще в сентябре 2022 года было написано письмо на официальную почту парка Львов-Тайган. Когда вроде как все прекрасно общались. И я был сторонником парка Львов-Тайган. Топил за них. Еще тогда Белоносова вместе со Ступиным, общаясь в личке, сидя в моем чате, вроде как в хорошем свете упоминая обо мне публично, писала паскудные письма в Тайган. О том, что я предатель. О том, что там информация скидывалась про мою личную жизнь. Про какие-то другие моменты, которые были обсуждены с Зубковым в парке Тайган и с Алексагиной. И им было донесено, что эта информация лживая. Я им все рассказал, объяснил и показал, как говорится, на пальцах эту информацию. Потом эту информацию опять же подхватила та самая Ерикина, которая тоже, надеюсь, по крайней мере, что поняла. Что ее также использовали и также ввели в заблуждение, как и других. Но если не поняла, то можешь возобновить. Но надеюсь, что все-таки действительно поняла. Так вот, письмо. Потом, следующие вбросы были по поводу того, что мне, оказывается, заблокировали мою карточку. Ступин это все распространял информацию. Много радости было, насчет чего я вышел в прямой эфир и показал, что все у меня работает. И люди продолжали донатить на мои карты. И деньги приходили, и все было нормально. Тоже к чему радовались, непонятно. Потом был вброс по поводу Навального. Да, что я там где-то хотел опять деньги поиметь. Там где-то что-то вырвали с фразу из видеоролика. Преподнесли ее по-своему. В итоге обломались. Оказалось, что как раз-таки за Навального топил зубков. Следующее. Поездка в Питер. На канале Белоносовой также все это активно вбрасывалось, что я никуда не поеду. Эти деньги мною уже пропиты. И вообще я снова всех обманул. И так далее. В итоге что? Поездка была. В Питер я съездил, своими глазами все увидел. И понял. И как раз-таки поездка в Питер очень много мне чего показала. И про Зубкова, и про Алексагина. Про их отношения. И про их желание, чтобы блогеры были ручными. Но к их сожалению, я оказался не ручным блогером. И когда мне Алексагина позвонила. Нельзя опубликовать видеоролики, где Люся таскает на сушат за хвост. Или там еще что-то. А почему нельзя? Я тогда вопрос задал по телефону Алексагина. Почему нельзя? С чего это вдруг? Если это имеет место быть. Зачем людей вводить в заблуждение? Поэтому ручного блогера из меня сделать не получилось. Я стал разбираться дальше. Нашел, как вы уже видите, огромный объем информации. Дальше. Тут интересный есть момент, еще о которых вы не знали. И не знали до сегодняшнего дня. Про поездку в Саванну. Вот совсем недавно тоже. Начали вбросы вкидываться. Я там всех обманул. Никакой Саванния не был. А видеоролики я украл у Алексагина. И так далее. Ну что, убедились, что все-таки ездил. Хотя там один дурачок. Я сегодня в телеграм-канале опубликовал. Очень внимательный. Он говорит, ты просунул руку с телефоном и снимал там все это. Но ты, когда увидишь видеоролик, который выйдет на втором моем канале. Ссылка тоже в телеграм-канале есть. На второй канал. Белес-мастер животных и зоопарки России. Ты увидишь, что эта съемка, она... Я хожу по этому вольеру. Ну ничего. Главное показать свою тупость. Это как раз таки показывает, насколько вы готовы все оправдать и защищать, и спасать. У меня всегда вопрос возникает к вам. А вы зачем это делаете вообще? Для чего? Приближенным к Богу там или что? Так этот человек далек от Бога. Он сам в Бога не верит. Ничего святого там нет. Ни из-за России он не топит. Ничего. Я уже сто раз это все доказывал и показывал. Мне всегда непонятно вот этих людей, которым раскрываешь все эти факты. Показываешь его же собственные слова, его же собственные последствия. Нет, он этого не говорил. Он этого не делал. Ну как вот вас умными назвать можно? И еще интересный момент. Когда они с пеной у рта доказывали, что я веду канал Bodyback. Прекрасный канал. Респект автору. Молодец. Девчонка. Не знаю кто там. Ну просто огромный респект. Молодец. Ролики можно просто брать за основу информации и использовать бесконечно. Так вот в одном из роликов там говорилось о том, сколько невестка Алексагиной, на которую ИП оформлено, заработала на кружках. В кружках Wildberries были показаны отзывы, как они там. Теперь я с Люся пью чай. По утрам смотрю Люсю. Люся рядом со мной. Там Степочка. Ну вот такие вот люди. Так вот. Есть такая Бабкова, которая была осуждена по 111. За нанесение тяжких телесных повреждений. Отсидела срок. И вот эта дамочка Бабкова не нашла ничего лучше, как заказать мои изделия, чтобы отомстить. Мне за бодибэк заказала 17 клатчей с моего Wildberries и не выкупила их. Она так мне хотела отомстить за канал Бодибэк. В Wildberries есть такая система. Когда вы отправляете изделия на склад, вы выбираете тот склад, на который хотите отправить. Но в моем случае, например, в Москву, я отправить могу только палет. Чтобы вы понимали, палет это несколько коробов. По-моему, от 20 коробов. Где понимаете, что в каждом коробе должно быть какое количество изделий. То есть это на несколько миллионов надо сформировать палет, чтобы я мог отправить его в Москву. Но у меня коробки небольшого размера, поскольку изделия маленькие. Я не могу отправить никуда, кроме как Краснодара. И соответственно, регион по продажам у меня в первую очередь выбирается Краснодарский край. Ближайшие города к городу Краснодар. И Бабкова, пытаясь мне сделать гадость, заказала мои 17 изделий. И они попали на центральный склад России. В электросталь, в Москву. Бесплатно, за ее счет. Представляете, до какой степени надо быть безмозглым человеком, чтобы, пытаясь мне сделать гадость, помочь мне. Отправить мои же изделия в количестве 17 штук на центральный склад России. Откуда идут заказы по всей стране. За свой счет. Напомню, что если вы не выкупаете изделия, не выкупаете их, то вы платите за то, что не выкупили. Сумма небольшая, но тем не менее, с 17 изделий там хорошо, да, Бабкова капнула. Там что-то около 2-2,5 тысяч ты отдала за пересылку моих изделий. Спасибо. Покупают, берут, продвигается все. Дальше. Белоносовый. Вернемся к Белоносовой. Проиграла суд Федорова. Верховный суд. Последняя инстанция по клевете. Проиграла суды Далакяну, когда писала заявление на Далакяна. Карена Вачагановича, ветеринара Челябинской области. Писала заявление, что он там незаконные услуги какие-то оказывает. Суд проиграла. Зубков. Суд по Гнединой проиграл. Сын Зубкова сел. И теперь хочу конкретно поговорить про Карена Вачагановича. Я вам скажу так, ребята. Я могу взять любую организацию, даже независимую с животными. И я найду там какие-то косяки. Найду. И при желании может каждый найти. Вы же прекрасно об этом знаете. Но хочу вам напомнить, что Карен Вачаганович это тот человек, который против отстрела животных. То, что продвигает Белоносова. Которое сообщество ВКонтакте, которой прокуратурой было признано пропагандирующим жестокое обращение к животным. Карен Вачаганович против передвижных цирков. На данный момент у него идут разбирательства. Он пишет заявление с передвижным цирком Шапито. Карен Вачаганович продвигает законопроект за обязательное введение генетических паспортов на животных. В которых указывается генетический код животного, возраст животного, видовая принадлежность и так далее. Дальше. За чипирование животных Карен Вачаганович. Я себе пометочки тут сделал, если что. И Карен Вачаганович один из инициаторов 498 федерального закона, который был выдвинут Бурматовым и принят. Так вот эти вот все моменты, которые я сейчас перечислил, за которые выступает Карен Вачаганович, они все очень мешают Зубкову. И Белоносова, которая, вы же понимаете, это не личные ее какие-то претензии к Зубкову, точнее к Далакяну, к Федорову, Москва-Прайда, по-моему, называется, да, к Агафонову и к остальным. В общем, она выполняет прихоти Зубкова. Правильно же? Правильно. То есть ей-то какое дело, да, до всего этого? Но она же выслуживается перед Зубковым. Так вот я вам хочу сказать, что я лично, знаете о том, что лично был у Карена Вачагановича. Вот эти истории там, почему он отвез Симбу в Танзанию, почему он там то не сделал. Ребята, самое главное, что Симба живой. Симба спасен, как и тигр Жорик. Какая разница, где он живет? Какая разница, куда его отправили? Кто там что там заработал или поимел? По мне самое главное то, что животные живые. Они не проданы на дереваты. Их шкуры не висят у каких-то коммерсантов в кабинете. Не натянуты на кресло. И говорить о том, что кто-то где-то что-то там схитрил, да и правильно сделал. Потому что его центр, как и центр Федорова, они нуждаются. Это не коммерческие организации. Они нуждаются в помощи финансовой всегда. После зимы постоянно нужно возмещать вот эти коммунальные платежи, потому что огромное количество на электроэнергию уходит. Строить эти вольеры, покупать лекарства этим животным. Это центры, которые занимаются лечением, спасением животных. У Карена Вачагановича центр называется «Спаси меня». Зарабатывают кто как может. Привлекают средства, откуда кто как сможет. И их все равно не хватает. Поэтому я вообще в очередной раз призываю вам помогать этим центрам. Я что-то не припомню, чтобы Карен Вачаганович ему там хаммер кто-то подарил. Или яхту. Или он ездил там регулярно в Португалию, в Китае на какие-то отдыхи. Просто отдыхи. Он если ездит куда-то, на какие-то конференции, связанные именно с его деятельностью. Напомню вам, что он имеет несколько высших образований, связанных с ветеринарией. Это человек, представитель президента Челябинской области. Прекрасный ветеринар. О Федорове я знаю меньше, но я думаю, что время пройдет. Я и про него узнаю больше информации. Мы все-таки увидимся и поговорим. И он расскажет о своей деятельности, чтобы я лично узнал не из каких-то видеороликов, как я узнал это о Карене Вачагановиче. Поэтому, ребята, не стоит агрессировать в сторону тех людей, у которых у каждого есть что-то. Но то количество судебных заседаний, проигрышных у Зубкова, которые доказывают все нарушения законов, его отношения к животным, гибель людей и все прочие-прочие вещи, этого нет у других. Этого нет у Федорова, этого нет у Каренова-Чигановича, этого нет у Агафонова. Вот этих всех моментов, понимаете? Мы можем кого угодно там не любить или там конфликты какие-то у них были. Вообще, я вам хочу сказать, что мужики между собой всегда разберутся. И всегда найдут общий язык, если туда не влазят женщины. Поменьше власти туда. И если будете влазить, то только с той целью, чтобы намекнуть, что может вам стоит поговорить и прекратить какие-то конфликты. Так вот, уже на 15 минут у нас растянулся монолог. Белоносово все никак не успокаивается. Продолжает. И у меня к тебе вопрос, Белоносова. Ты же съездила недавно в парк Львов-Тайган. Даже выложила коротенький ролик, где тебе Зубков давал интервью. А где интервью? Почему оно не вышло? А где впечатления о парке Львов-Тайган в прямом эфире? А? Белоносово. А где подарки от Зубкова? Сувениры? И прочие вещи. Что случилось? Почему ты своим зрителям не рассказываешь, что на самом деле случилось в парке Львов-Тайган? И что на самом деле тебе Зубков высказал по поводу твоей деятельности? И как я предполагаю, Зубков все-таки понял, кто виновен во всех конфликтах в инфополе. Из-за кого проблемы возникают? Ты же почему своим подписчикам об этом не рассказываешь? Самая лучшая позиция приехать и отмалчиваться. Да? Теперь сидеть. А ничего, в принципе, все нормально. Все, ничего не произошло, да? Но мы-то знаем. Белоносово. Не все так гладко было в этой поездке, да? А те фотографии совместные. Пишите свое мнение в комментариях. И я подумаю еще какой-нибудь видеороличек интересный, может быть, сегодня сделаем. До встречи. Всем хорошего настроения. Хорошей недели. И всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok